Это такое социальное общество, и он так искажает реальность удачно, немножко по сказке. Искажает удачно, сказочно, он немножко приобретает с юмором такую, какую-то окраску, что даже самые страшные дела становятся неважными, и наоборот какие-то глубокие вещи начинают проявляться. Мне кажется, очень удачно найдено выражение искажения. Ну да, искажение реальности, ну, то есть мы, когда, скажем, мы смотрим на эту реальность, она на самом деле в жизни до такой степени неприглядная, и до такой степени сложная и страшная реальность нищих людей, абсолютно бездомных. Но здесь она как бы приобретает такую, как немножко сказочно-шутливую интонацию за счет юмора, конечно. То есть за счет того юмора, с которым он снимает, мы находим какие-то вещи, которые можно показать, наверное, только вот таким вот способом, немножко шутя, как бы очень глубокие, потрясающе взрослепные вещи. Это, как я понимаю, да? Ну, у него есть совершенно такие трагические фильмы, там, девочки со ступенью. Да, да, ну, есть... Ну, у него есть даже ничего, это было не смешного пламения. Ну, не трагизм, не трагизм, не трагизм. Ну, как не трагизм? Ну, как? Тут дети, они вообще, дети похожи на детей, да? Ну, нет, ну, на самом деле, ну, у него там всех фильмы здесь. Ну, да, фильм «Богена». Да, «Богена» это... Вообще шедевр. Так, взял оперы, из оперы сделал просто фильм, без музыки, без пейзды. Вот взял сюжет «Богена». Очень, кстати, у него фильм. Вообще, у нас творительство, потому что он очень радует. А девочка со стычкой паприкой – это просто такая вот трансформация сказки Андерсона «Девочка» со стычкой. Ну, конечно, все, что понимают планки. Ну, мы сейчас просто скажем. Поехали. Никогда не видел фильмов, которые были режиссуры, классных. И уже где-то в самом начале фильма, а уж тем более не в конце, я понял, что по его в том отношении, что очень редко можно увидеть добрые фильмы. Масса фильмов, где там, грубо говоря, хорошие парни может платить в парней, справедливость восстановлена. Каждый получил-то заслуги, да, но «Богена» там не было. А очень редкие фильмы получаются добрыми. Последний добрый фильм, который я видел, какая-то американская фантастика, но фантастика там практически растворяется в числе человеческом отношении. Это именно добра, веры в будущее, и вообще, по-моему, будет большой лиц в кино. Ну, вообще, такое ощущение доверия этих людей к жизни, доверие, ну, можно сказать, и будет. Надо бы, конечно, все-таки, может быть, береги свою космику, Татьянов. Да, это вы очень. Просто совершенно. Да, пожалуйста. Нет, вообще, всем советуем просто после этого, какому-то у вас, первым фильмом про размяки, это просто уникальный режиссер, который у него совершенно уникальный взгляд на мир. Так что вы обратили на это понимание. Вот так вообще-то кинематографе на мир и на человека почти трудно, даже сопоставить с кем-то, с таким взглядом. Говорить, да, конечно. Я терпела, терпела. Я хотела услышать мнение тех, кто первый раз смотрит. Вот мне всегда интересно, даже второй раз, уже немножко другая. Какие у меня ощущения. Но я не очень люблю эту тематику, и это поэтому села смотреть, посмотрела заранее, чтобы хотя бы иметь представление. Вот. И у меня действительно было ощущение, что это не мое. Не мое, не мое, а раз не мое, зачем смотреть? И я, конечно, внутри, когда смотрела первый кадр, очень долго все это подвергало сомнению, да. И это не та, и фильм ходульный, и сюжет ходульный, и такие вещи, все. Нет, я сразу скажу итог, да, что это авторское кино, и это очень стильный фильм. Но к этому итогу я пришла не сразу. Вот. Почему? Ну, первый раз, если у вас такие же ощущения. Вот. Потому что это автору узнать можно, даже если не смотришь титры. Потому что это стиль. Это перепутать нельзя. То есть, если я буду смотреть второй фильм, третий фильм, вот. И в итоге я, конечно, переделала свое мнение, потому что, когда уже дело дошло до собаки, да, когда вы все тоже засмеялись и почувствовали. Просто смеяться надо раньше, когда он исправляет нос с хрустом. Понимаете как? Это первое. Да, это первое, когда вам надо это. Первый посыл о том, что это пародия. Потому что, когда я сидела, ну, я только подумала. Ну, извините, мне было простыми словами, надо же, как умер, да, идет по прямой кардиограммы, да, он встал, пошел, все, и так вот, одна там. Потом нос с хрустом, ну, ничего себе, думаю, так раз, пластика, так, и все. А потом же доходит пародия. Потому что пародировать этих горячих финских парней может только Финн. А, даже то, что Германия, Франция, там, кто еще делал? Ну, на самом деле, Лен-Лен, вам где-то, смотрите, только... Обязательно теперь посмотрю. Про горячих финских парней. Да, это да. Но когда они там показывают, я думаю, господи, бюджет фильма, зачем три страны-то надо было, чтобы эти склады показывать? Вот. То есть там все буквально вот идет вот на таких, на таких. А уж когда ты начинаешь после... Он уж открыто говорит, собака, ребята, смейтесь. Человек, который умеет смеяться сам над собой, это очень качество тонкое. Мы вообще к этой жизни должны относиться с иронией, со смехом, иначе выжить нельзя. Но на других не смеяться, это грех. Над собой смеяться, это надо уметь. Так вот он смеется над собой, над финнами, над своими. Финнов там нельзя, не. То есть я когда смотрела и думала, ну, как можно армию спасения показать? Ну, можно, но хуже уже некуда, да? Как можно показать страшную женщину? Но хуже, но уже некуда, да? И так далее, и так далее, да? То есть во всем. Я считаю, что в Краснодаре используются только одних и тех же актеров во всех фильмах. Да. И все вот эти страшные, такие женщины играют красавицу. Да. Красавицу. Кстати, она в процессе, там даже в этом фильме, вы заметили, висел, когда он в баре пил, его любимый актер, который играл в Баге, вот этот актер, он даже и тут играл в какой-то чувство евро. Это тот актер, который во всех фильмах играет, типичный финн. Вот если вы когда были в Эстонии, либо Финляндии, вы понимаете, что это люди абсолютно типичные, национальность вот той вот страны. Ну столько там подтекста, там потом... Вот, ну я не к этому. Вот насчет пародии мы поняли, что это, конечно, гениально, это надо уметь так снять пародию, но сами в себе. Диалоги какие? Мы же все время смеялись, мы ждали. А и в то же время, вот, и вот последнее, что я хочу сказать, пускай другие говорят, но ведь не просто так он снимает, не просто так это премии, да? Там одна премия экономическая, да? И вообще он пацифист, он же как автор идет, он же так. Вот, это тоже не просто так. То есть когда я увидела это в титрах или там, я напрягалась. Хорошие вещи, но я этого боюсь, потому что там ходульных вещей много, для чего они, думаю, ну сейчас нагрузят песнями, нытьем и так далее. Нет, вот, самое главное, вот для чего он дает нам два посыла. Первое, это смейтесь пародию, да? Нос не поняли, ну вот нате вам собаку, да, которая только сырое мясо есть. А ведь не просто так, там же этот полицейский, это не хилый мальчик, он поднимает его высоко, да, поэтому он говорит, когда собаку-то съел, ну кто его знает, ну как. Ну в общем, здесь все, я не буду обсуждать иначе. А не поняли, что он не настоящий полицейский? А он, он не полицейский, он охранник, он из своих. Он такой же, да, он такой, а они там все из одной команды. Он не полицейский, он свой. Они там все свои, кстати. Она же вот это вот, в общежитии, когда она... Когда приезжает в полицию на большой машине, сразу понятно. Да, вы в полицию, да. А он не полицейский. Ой, да, ну там, я не буду все говорить, я только о том. Вот, вот, и к чему он это все делает, скажу и, честные слова, закрою рот. Вот, вот, когда умирает сердце, это второй посыл. Он был первый, но мы его не понимаем, по крайней мере, я не поняла, когда останавливается сердце. Ну вы его просто так умертвите, якобы, да? Вот, накроете, а он потом встает и пойдем. Зачем надо было кардиограф показывать? Зачем надо было прямую линию показывать, да? Ведь они просто так ничего не делают, люди искусства, да? Они делают это ради чего-то, не ради картинки. Он теряет свое плохое сердце, да? Он все это останавливает, ему это ничего не надо. То, что он игровал, то, что он бросил жену, то там все можно воротить. И он начинает жить. Он дает нам чистую картину, бы человек новый возродился с новым сердцем. Что ему для этого надо? А здесь уже евангельский сюжет. Ему надо только свою вторую половину. Он уже, ну вот, все это я не буду, там вы можете эти расшифровывать, да, посылы. Но вот он идет, вот он первый сидит, вот в этой все это, можно об этом говорить. Но что он первый ищет? Он ищет свою половину. И там уже пошла красота. Показывают ее красивые глаза, показывают этот взгляд, показывают там все. А все остальное уронит. Вот, я высказала самые главные свои мысли, которые до меня дошли. И теперь я этого автора буду смотреть. Там мыло и все можно говорить. Думайте. А интересно, в этом есть какая-то национальная ментальная спорта? Национальная? Абсолютно. Мне нужно с другу судить, потому что я криофенов мало что знаю. Мы с криофенов можем что-то узнать только из-за луфины. Наверное, это действительно какой-то мир. Вот когда, например, они уходят, прощаются с мужем, которые... И они по рукам, и ни слова говоря, это... И это не то, что они играют, это действительно очень в характере людей. Это молчаливость какая-то. Эти костюмы с галстуком уменьши, да? Это же стилистические цветы. Шляпки, да, которые он в Богороде копает. Это стиль. Стиль великолепный совершенно. И они по-другому не... А, да. И горячие парни, когда выходят курить, бить другую, мне очень понравилось. Горячие парни. А, горячие парни. Ну что, говорят, за любимую... Чтоб пину, за любимую женщину дрались. Но это вообще... Это больше пародий я не видела, да? А вот, ну, однако же положено. Ой, нет, безумно интересно, безумно. А диалоги какие? А в банке какая? Ведь мы сейчас находимся в тех годах, которые показаны там, да? Вот наши 90-е сейчас где-то нам стало получше. У нас же полиция на таких же машинах едет, да? А вот, а у них показаны... Более ретро... У них время послевоенное показано. Нет, нет, это... Нет, нет, это фильм 2002-го. Ну, показывают 80-е годы. 70-е годы. 80-е годы. Это они в 80-х так плохо жили. А что фильмы? А я думала, что это... Ну, я думаю, пораньше. Ну, ладно, будем считать, 70-е годы. Я достаточно, ну, смотришь на этот двоэтажный паром, как ясно уже, что это... Тут парома были и у нас. Там, в Советском Союзе, я не отношусь. Когда их больно, это больно 740-ое. Это 740-ое, это уже, так сказать, начало 80-х. И все равно идти о диалоге банка, что у них кирки заработают, да? Да, из-за чего я умерла. Вот, и что банки? Потому что когда у нас банки пошли разоряться, картин тоже самое. Вот сейчас ананция банков идет. Вот, там такие же причины. Они сидят на этих вот, это самое, вот это вот в комнате, в сейфовой комнате, на банках, в ячейках, на пустых. И камеры нет, и охраны нет, и камера не работает. Ну, один к одному, вот, к нашей ситуации. Фильм очень жизненный. Только вот эту жизнь, да. Вот мы на свою жизнь так же смотрим, много не замечаем. Он, наверное, как завел уар. Как-то здорово. Финский фильм, он завел. Заводной. Заводной он оказался заводным, да. Но вот я думаю, что когда, почему я его спросила первый раз? Наверное, все-таки вот эта вот, вот эта вот, амплитуда у него другая. Вот у нас она другая амплитуда. То есть, если мне про бомжей просить бы посмотреть второй раз, я бы Земля-биталанную Рязановскую десять раз посмотрела. Большой эфир. Я не про то говорю. У нас видно вот этот вот, наш ритм, наш ритм, наше сердце немножко. Здесь надо, вот, как автор, любого надо несколько раз прочитать. Это, в принципе, в общем, это такой стиль, что такие вещи, ну, очень глубокие, чем глубже вещь, тем сложнее передать. Ну, как вопросы самые-таки. А вот то, что он делает в искусстве, через этот юмор, поразительно, но как я не понимаю, как это вдруг получается, в результате ты понимаешь очень глубоко. И объяснить немножко. Ну, сколько иронии, действительно. Да, ирония. Ну, как-то не глубокий. Он не глубокий, он совершенно такой нечитаемый. То есть, не смотрят, там они безумно-буджные. Ну, диалоги. Да, они безумно-буджные. Там диалоги, там цитаты, да? Ну, кстати, основное удовольствие, которое я получила, именно от юмора. То есть, ты уже отвыкаешь нашей реальности от нормального нюмора, а здесь он очень точный, не глубокий. Тонкая ирония. И вот это такое... Серьезный, как они. Государство безгрешное здесь, мне кажется. Каждый. Потому что они все серьезные абсолютно. Все серьезные. Там не ожидали, да? Да, они там, ты сами, рок-музыканты начинают. Кристианский рок. Да, музыка потрясающая. Серьезно там все. А, адвокат-то, адвокат-то какой? Адвокат просто. Я сидела и думала, когда же это кончится? А ведь это мы, когда нам читают правила, да, как надо себя вести где-то. А, ну вспомните, да, в самолет последний раз ту летал, там, Новый год. Когда она выходит, я думаю, когда же это прекратится? Когда же это прекратится показывать, да? Это любые правила. Но не дай бог, что случается. И вот они, вот это вот адвокаты и полиция, когда он там возлагает на 10 минут правила, как себя вести, вот для меня вот этот кусок до сих пор, он неосознан. Но второй раз мне уже стало смешно. Второй раз мне тут, поэтому да, нет, он уникальный. А вот эти все персонажи после его гибели, а это мир реальный, вы думаете, это не там, не то уж, это вот все персонажи, те, которые, может быть, уже, они на небесах? Нет, 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 что вот он умирает, сердце останавливает, и дальше все, что происходит, это нет, нет, да? Все-таки так, да? Все-таки так, да? Зачем это надо? Нет, ну, это же тоже можно к этому разговаривать. Если не десантливая, то есть такой помойка. Нет, ну почему помойка? Как раз нет, нет? Мне кажется, тогда это было бы более ярко. Нет, курсмеки абсолютно вот такой, вне такой, как бы, там метафизика другая. Мне кажется, вот человек попал на это дно, и он оттуда выберется, в отличие от других, которые все искали свою какую-то выгоду, свою какую-то там пытались где-то словчить, а этот, в общем, ничего не ловчил, и вот он оттуда со дна-то и выберется. Вот только таким путем можно выбираться, а не так там, брать за билет, еще какую-то мзду придумывать. Жилу обманывать. Каким путем? Умереть, потом воскреснуть за ним? Нет, нет. А какие? Человек делал все по правде. Он делал, он ни с кем он не фальшивил, ни с кем он, когда и поступил, как бы сказать, правильно, но по заповеди. Нет, но все равно, человек без прошлого. Он начинает жизнь в новом листах. Ну, какой-то, я не уловлю никак вот... Ну, у него умерли какие-то вот... Он умер, и оставил все плохое, что в жизни. Сейчас мы сделаем так, вот кто-то задает вопрос, это один отвечает. А то мы уже перешли сейчас в общую, и такой у нас голдер стоит. Кино очень чистое, простое. Простое. Не надо искать каких-то... Оно писательное мысли, Лена, да. Чем, как и хорош, что необыкновенно чистый... Это ощущение какой-то удивительной детской чистоты. Прозрачность. Прозрачность, да. Оно присутствует везде. Абсолютная детскость. Абсолютная чистость. Вот чистые люди, чистые отношения. Слова без второго смысла. Если кто-то лукавит, это лукавство ребенка, какое-то в лицейство, понимаете. И если он пытается обмануть, то он это делает по-детски. Абсолютно... Очень чистый фильм. Да, но... Он не с того плана вот этого. Да, но человек... Почему человек без прошлого? Для чего это было сделано? Можно? Вот не могу уловить. Для того, чтобы... Чтобы что? Как-то что, чтобы показать, что у человека... У человека есть... Возможность изменить свою жизнь. Вот. Ну вот именно это, да? Все-таки в основе. Слава Иванович, вы там можете. Я просто первый раз у вас, первый раз смотрю этот фильм, первый раз смотрю этот режиссер. Поэтому я совершенно такой же, как этот, который родился, и много раз смотрю. У меня ощущение... То есть я согласен, что там есть ирония, и там есть ирония над финнами и так далее. Но там еще... Это еще и фильм, по-моему, притча. Притча, которая говорит о чем? О том, что вот эта смерть и это рождение, это попытка поставить настоящего чистого человека, который совершенно не социализирован, не замутнен ничем, вот человек от Бога. Поместить его в мир, который сейчас наш, вот этот мир. И видно, что этот мир уже далеко ушел от обычного человека. Он уже ему совершенно неудобен. Он не для него. Там работают правила, которые уже выработаны, которые забыли про простого человека, который вот пришел наивный, простой, чистый человек. И мир этот не его мир. Они его не понимают. И ему трудно понять. И этот мир он пытается менять. Да, кстати, простите, я вас перебью, я не хочу. Как раз мне предлагают просто собрать. Да, да, да. А он это не понимает. Он не понимает. Он не понимает. Он не хочет в эти игры играть, потому что этот мир уже ушел далеко от того первоначального человека, который этот мир начинал создавать. Правильно? Прошло уже. И эта вот цивилизация, она стала уже нечеловечной. Она стала механистической. И все, что работает, это уже работает на некоторую оболочку человека. И люди уже сами этого не понимают, между прочим. Они уже в этом мире живут, они играют по этим правилам. Они их приняли. Все, все замечательно. А вот вам показали, что если театр слугов, то этот мир совсем другой. Он уже не наш. И на самом деле главный посыл еще в том, что изменить этот мир можно, но изменить вы меня вещает. Доброту и любовь. Все. Доброта и любовь, она начинает менять даже их. Вы заметите, там сколько случаев, когда они тоже поменялись, потому что они увидели эту доброту, они увидели эту любовь, совершенно обалдели. И как-то в чем-то вернулись своим истоком. Сказать, ой, да, вообще-то это здорово. Вот, мне кажется. То есть это фильм еще и... Нет, это вот как раз то, что я тут уже все... Да, да, да. Ну как раз вот этого я и хотела услышать. Где-то... Дайте Полине сказать. Да, Полине. Ну вот я уже смотрела фильмы этого режиссера. Союз Каламария и Ариэль. Ну вот хотела дополнить отношение стиля. Действительно стиль вот абсолютно выдержан. И что меня поразило вот в фильме Ариэль. Там тоже рассказывается о человеке. Тоже некий фильм, который путешествует в кабриаллете, обмотавшись шарфом. В зиму. То есть тоже такая комичная ситуация. Но он тоже совершенно там как бы прост. Он тоже приезжает на какую-то беззаколонку. Ему дают по башке. Он там где-то очнулся. Без денег, без ничего. То есть сюжет в свою очередь похож. Но я помню сцена, которая меня поразила. Именно своей какой-то простотой. Мы все время ищем какой-то подвох и какую-то маску человеческую. А здесь он оказался... Ну в общем, познакомился с какой-то женщиной. Они пошли к ней домой, провели ночь вместе. На утро она ему говорит, ну что там, ты меня там оставишь? Он говорит, нет, я с тобой останусь. И он это говорит, и он с ней остается. Лина пересказывает фильм Ариэль, это не в это. Да, да, да. Мы понимаем, да. То есть поражает, что это не шутка. Это не сарказм. Ну конечно я с тобой останусь, конечно мы будем вместе всю жизнь. То есть казалось бы, такой вот анекдотичный эпизод. Он такой сальный, как бы, да, обычный, обыденный. И в этом человек абсолютно, как сказать, верен своему слову. И я помню этот эпизод меня просто поразил вообще. Ну это вообще характерно для Курасмюки. У него все герои, если они что-то говорят, они это обязательно делают. Нет второго смысла в этом слове. Они говорят абсолютно на первом, чистом, совершенно таком замечательном уровне. Все, и это слово остается главным. Да, вот принимается просто. А мы только к этому не готовы. А? Мы все равно генируем. Ну я не думаю, что он может быть, это такой финский народ. Но он может просто режиссер, хочет с нами, как беседовать в этом языке. Не был смысл. У него еще один такой интересный фильм. Я не помню, как он называется, когда человек заказывает собственное убийство. И за ним начинает охотиться киля, а хуна от него начинает уже убегать. Тоже абсурдно совершенно. Передумал. Он передумал, хорошо передумал. А он уже заплатил. А у него долг чести его убрать, потому что он сам ему заплатил денег. Жена, девушка у нас хотела. Да. Я этот фильм смотрю впервые, но мне что, впервые меня зацепило. Там, когда он пришел устраиваться на работу в отдел кадров, ему говорят, что нужно сделать. А он старается как бы не показать виду, потому что она говорит, не право, говорит, вот я вот не знаю свое имя, не помогите мне. Она говорит, ну вы какой-то беспомощный. И просто я вот как бы в своей жизни тоже много слышала, когда хочешь что-то сделать честно, и тебя про не поменять, но это же, ну ты как-то приспособься. Я прям где-то узнала себя, когда посмотрела. Мне вот это очень понравилось. И как-то я с юмором посмотрела на эту ситуацию. Когда смотришь действительно как-то уже, ну вот не ты в этой ситуации, а другой человек, уже как-то по-другому относишься. И так мне очень понравилось как подменить, потому что ты какой-то беспомощный. Не другое, не другое слово. Да, но для меня сегодня другое, кеду запомните. Я человек без меня, я взял, ну это не чудо, я не помню. А я хочу сказать, что я вспомнила Эрика Берна, игры, в которые играют люди. И вот тут вот эти игры, они бесконечно продуцируются и повторяются. Ну, например, замечательно, когда полицейский адвокат, они же один другого стараются всем переиграть. Это так вообще, эту з travement кровя. И это чистая игра. Это чистые, там, у этого вот такие правила, на самом деле правила одни. Ну, у этого вот такие сми, у этого вот эти сми. Посадить ему надо тут. Это надо тут, ну да. То есть, в смысле, разные цели. Разные цели. Своя цель. Это целеположение очевидно. То есть, если я полицейский, я должен все садить. И это правильно. Спасение, надо спасить. Спасение, да. Девушка хочет сказать. Я хотела сказать, что я никогда не увидела этого режиссера, я вообще была здесь впервые, поэтому не очень знаю, какой формат обсуждений, но вот тут говорили о том, что это фильм-притча, а мне кажется, что это фильм-упование, ну то есть мне сложно здесь увидеть прям уронию, на которой хочется смеяться, знаете, как комедии какие-то бывают, ты просто там весь вытрясаешь от себя этот смех, а здесь именно какая-то улыбка, доброте, он очень чистый действительно, этот фильм, но у меня здесь вот несколько вопросов, которые являются. С одной стороны, судьба имени, ну то есть имя человека, она, собственно, вот тоже девушка говорила о том, что есть некоторое социальное имя, да, которое мы все имеем, там, налоговые декларации, ИНН, еще что-то, еще что-то, и она настолько перпендикулярна реальному имени человека, который здесь хочет найти, и он же действительно мог в любой момент сказать, я Джон, там, отстаньте от меня все, но он его постоянно хочет найти, и как бы вот эта судьба имени, мне не очень понятна, и, собственно, вопрос, который на самом деле у меня остается, я так понимаю, что в любом фильме каждый эпизод, каждый сценарный момент, он обязательно для того, чтобы мы поняли мысль автора, и мне не очень понятно, зачем это была ситуация с разбойником, ну то есть вроде как нас уже погрузили окончательно в эту жизнь, очень простую, где все друг другу помогают, тут мы видим эту ситуацию с разбойником, когда они грабят банк, когда идет это убийство, и я, ну честно, то есть я вот, ну, самоубийство, самоубийство, да, это еще один честный поступок, да, это еще один честный, чистый поступок, да, получается, что именно после этого, он вообще его находит, то есть это какой-то он прямо какой-то краеугольный человек, нет, я думаю, просто идет последователь, последователь, да, На счёт имени, там в титрах он как М, наверное, у нас то же самое, то, что я уже сказала, в титрах он идёт как М, то есть человек без имени. Ещё интересно, может быть, в том дело, что он берёт, существует определённый штамп жизненный, кинематографический, какие угодно. И вот он берёт просто эти штампы, какие есть, существуют, но представляет их так, историю, состоящую из каких-то клишей штампов, что они приходят живые. Но это же, на самом деле, штамп, вот мы сколько видели в кино, да, человек чести, он сделал, сделал, всё равно штамп в кино, или ещё какие-то вещи, там он стал, и как он их компонует. То есть к этому не надо относиться так, что разбирать, узастрелился человек, там, насколько это серьёзно, должен был ли он стреляться или нет, не об этом разговор идёт. Да, да, то есть это как бы вот именно вот такие вот штампы, из которых он делает историю, картину, он делает это мастерски. Но если предположить, что это правильный поступок, то получается, что это правильный поступок, то это застрелился. Вы не должны задавать такой вопрос. Да, но предполагать просто не надо. Тут фильм не предполагает предположение. Понимаете? Что вы будете... Правильно сидим в своей музыке. Можно? Да. Я хотела бы назвать Татьяну, и я хотела бы поделиться своим впечатлением. Впервые вижу этого режиссёра, наверное, сама бы никогда не стала бы насмотреть. Но было очень интересно. Ну, во-первых, как про другую национальную культуру вот этих горячих финских парней. У меня был просто в жизни вот тут недавно такой эпизод. Я приехала на семинар. Надо сказать, семинар повторяется каждый год. И я увидела человека эстонца, которого я видела год назад. И я к нему кидаюсь, говорю, Арна, привет! Арна так смотрит на меня. И я говорю, Арна, ты меня помнишь? Он говорит, да, я тебя помню. Ну, я так отошла, она думала, мало не мое чувство. Это мои чувства, а чувства Арны. Проходит три дня. Семинар заканчивается. Вдруг я так смотрю, там ко мне идёт Арна. Он подходит ко мне, обнимает меня и говорит, спасибо, что ты ко мне подошла. В первую очередь я думала. И я поняла, что такое горячие эстонские парни. Потому что ты внутренняя, как рода жирафа. Нет. Вот для меня был этот фильм про нарушение правил. Как человек нарушает некие вот такие закоснелые правила жизни вот в этом сообществе, да, спасение там бомжи. И вдруг жизнь начинает расцветать. И буквально вот как круги по воде. Он начинает вот с женщин. Ну, куда, собственно, может тянуться мужчина? Ну, конечно, тянет к женщине. И, а женщина, а вообще, разве можно, да, вот как бы с бомжами там общаться? Она сама бомж. С мужчиной. Она сама бомж. И, ну, да, и вот как бы это разные. Она сама бомж. А есть какие-то другие мужчины бомжи. Нельзя. Разве можно? Можно. А разве можно провожать? Казаться, можно. А разве можно вечером сидеть с женщиной на диване и там еще как бы умалчиваться? Чем вообще дело кончилось? Он так потом задумчиво курит утром на пороге. И вдруг вот эта любовь начинает расходиться кругами. Вдруг рок, эти музыканты начинают играть про любовь. Ну, правда, они по старой памяти там что-то вставляют слова дежурные про Иисуса, потому что пока по-другому не умеют. Вдруг женщина, которая руководит этой армией спасения, ну, в смысле, вот этой группой, когда она вспоминает, что она пела, оказывается, что она, оказывается, какой-то такой была женщиной, о которой она уже давно забыла. И она вдруг вспоминает, какой она была, и вдруг там начинаются танцы, и вдруг эти мужчины там находят каких-то женщин, вроде их тоже не было в помине на горизонте, и начинают танцевать, и все, вот как круги по воде, начинают сплачиваться и дают отпор этому злу, который пытается кого-то убить. Для меня вот это, про нарушение правил, про некое тяготение мужчины к женщине и вокруг круги, ну вот любовь, она расходится, захватывает все больше и больше пространство. Практически во всех фильмах вы очень точно заметили, это вот это правильное тяготение мужчины к женщине. Такое очень тонкое, естественное, но совершенно удивительное, почти незаметное, опять-таки чистое, совершенно непредставимое, вот так сказать, вот такие некрасивые женщины, такие некрасивые мужчины, вдруг начинают любить друг друга настоящей такой любовью, по-другому никак. А когда мы делаем, очень естественно. Очень все естественно получается, очень правильные вот эти вот выстроенные отношения мужчины и женщины, это не такой простой случай вообще в жизни, в кинематографе в том числе. Без того плана, что называется, просто прямые отношения мужчины и женщины, сразу как раз. Вот последний фильм, посмотрите, это кульминация всего, это Гавр, который он завоевал, он был в Каннах. Там вообще вот этот фильм, посмотрите, что вообще это такая притча, что все происходит, хорошие, плохие герои, вот такой, как сказка. И удивительно воздействует именно такое, что показывается какая-то суть жизни, совершенно непонятно, то есть практически вообще. Вот именно такими-то намеками, очень большим юмором. Хорошо. Для меня фильм это тихая поэзия. Я нигде не смеялся, но внутренняя улыбка оживляющая была, но что-то там, смех, такого нету. Для меня как, вот как Есенинская поэзия, где и юмор присутствует, и любовь, ну, это насколько тихо, нежно, вот это такое для меня. Да. Нежно, хорошее. Зоя, насколько вы сказали. Ну что ж, спасибо. Спасибо, я думаю прекрасно. Спасибо. Прекрасный фильм. Серёжа? Да. Нет, это не так. Серёжа, спасибо. Ух да, музыкальная отчица, провождение. Всё. Можешь ничего посмотреть? Имеет смысл ещё его посмотреть что-нибудь? Имеет смысл ещё его посмотреть что-нибудь здесь? Или... А? Давайте, а? Потому что я вот плохо знаю. Вот как бы только... Ну давайте Косынку, это классический. Давайте. Давайте. Прекрасно. Там мой любимый актёр, это сами Финн. Ну да. Это очень комичный. Он очень типичный. Да, правда. Он немножечко будет повторять. Не важно. Не важно. Косынку или Жизнь богемы? Даже не знаю. Что-то за другой фильм совершенно гениальный. Можно посмотреть оба. Мы познакомимся с режиссёркой. Когда мы с Германа начинаем. Да, мы с Германа начинаем. Да, мы с Германа. Конечно, конечно. Давайте Каласмякин несколько фильмов. Давайте. С удовольствием. Необычно. Очень позитивно. Ну не будем когда-то сильно затягивать, да? Давайте. Давайте. Сегодня у нас шестнадцатая. Вы скажите, когда? Сегодня... Через пару недель. Давайте через пару недель. Где-то начало февраля или четверг. Я напишу вам тогда. Хорошо. Хорошо. Мы вернемся. Да. Ты его уже прорекламировал. И некоторые мои знакомые ждут. Ну хорошо. Мы можем там посмотреть. Вендерс, а потом вернусь с Карусами. Давайте до Вендерсу в ближайшее время. То, что запланировали. Давайте. Съем в порядку посмотрим. Да. А потом уже... Хорошо. Спасибо. 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 Спасибо.